Всем привет! Ну что, сегодня мы разберём самые актуальные и самые часто встречающиеся вопросы в работе мастеров. Мы сегодня с вами нарастим классический, чёткий, салонный квадрат. Самая нужная и самая сложная форма, казалось бы, да, квадрат в любой технике, в любом обучении, в любой школе, где бы вы там ни учились и что бы вы ни проходили, всегда всё начинается с классического чёткого квадрата, ну то есть обучения. Но почему именно с него? Потому что это базовая форма, она самая сложная. Если вы научитесь пилить чёткий квадрат, идеальный, вам будет уже ничего не страшно вообще абсолютно. То есть все формы, это исходные из квадрата, там эти миндали, овалы, вот, ну как бы там даже если где-то ты чуть накосячил, ничего не видно особо. Квадрат, это чёткие линии, чёткие параллели, то есть чистая геометрия, где любой там косяк уже виден. И чётких квадратов, вот прям идеальных, их встречается не так уж и много. Ну то есть сразу можно зайти к мастеру и посмотреть на его работы и по квадрату понять уровень работ, насколько мастер квалифицированный, какой у него большой опыт и насколько он крут. Очень отличается квадрат салонный у конкурсных мастеров, это совершенно другой формат. Вот мой вам совет, если вы хотите, чтобы, вот, понимаете, я болею формой, то есть для меня чёткая форма, идеальная, это вот превыше всего. Можно просто нарастить камуфляжем квадрат чёткий и всё, и оставить камуфляжем, это будут охренительные ногти. Это вот я свою политику говорю, вы можете по-другому рассуждать. А можно там сделать охереть какой там дизайн, охереть какой цвет, но если там не будет идеальной чёткой формы, то я даже не буду на них смотреть, на эти ногти. Можно прозрачные нарастить, с идеальной формой, вот просто вот персик, и вообще ничего не рисовать, и вообще ничего не покрывать, и это будут просто бомбезные ногти. Вот я на форме просто помешанная, потому что я конкурсный мастер. Мой вам совет, если вы хотите научиться пилить чёткий салонный квадрат и вообще любую форму, ну, давайте начнём сейчас с квадрата, потому что это самая базовая, самая сложная форма, научитесь пилить арки. Ну, то есть даже не научитесь, а идите учиться на арке. Потому что даже если вы не научитесь делать идеально арочное моделирование, потому что это вообще прям вот идеально, но пройдя обучение аркам, ваши ногти салонные будут вообще другие. Вот конкурсных мастеров или те, кто пилят арки, вообще в принципе на них учились, их видно, эти ногти, они вот просто чёткие параллели. Потому что в арочных ногтях мы рассматриваем те линии, которые в салонном моделировании, в салонном обучении, на базовом, вы даже не рассматриваете, даже с этой стороны на него не смотрите. Понимаете? Вот в арках столько параллелей, там каждой линии с большое значение придаётся. И в арках нет мелочей. Вот те косяки, например, которые в салонном, там можно там чуть-чуть перекос, чуть-чуть там форма не так стала. Ну, сверху там попилил, не видно. Вот так если посмотреть, будет там перекос. Ну, сверху не видно, и ладно, клиент не заметит. То в арках вот эти все линии, все вот эти моменты, они настолько важны, и их не опускают никогда. То есть в каждой линии она вот отдельно рассматривается. Вот здесь так, здесь так. Поэтому хотите идеальные ногти пилить, учитесь арки пилить. Просто идите на обучение арочному моделированию, и всё, и через месяц у вас будут совершенно другие ногти. Так, а я сегодня не обрезала. Я уже подготовила, наращу на себе ноготь. Квадрат в салон и на большом пальце. Он у меня бедный этот ноготь. У меня сейчас натуральные ногти. И я один себе стёрла лак, и на нём и ролики уже снимаю, и всё. Он у меня бедный уже, еле живой. Ну, ничего. Надо ещё фрезочкой пройтись. Вот, нарастим сегодня с вами салонный чёткий квадрат акригели. Вот я сейчас поставила перед собой все пять оттенков акригеля. Сижу и просто, просто вообще не могу на них нарадоваться. Во-первых, если вы никогда не работали акригелем, но хотите, покупайте акригель 100% Эмми. Если хотите вот прям не все там оттенки брать, то берите кавер, берите адетт на милк. Ну, если хотите прозрачный, нужный, берите глаз. Вот это три оттенка, которые вообще это просто, просто песня, мать его, просто песня. Во-первых, они пилятся, они ложатся, они бархатистые, они средней мягкости, не расплываются, не жёсткие. Просто оттенки, просто бомбические. Вот. И я сегодня решила нарастить ноготь. Я вчера один делала, вот как раз его спилила. Прикольно. Смотрите, знаете, такой дизайн без дизайна. Когда нужно быстро сделать ногти, но чтобы на них что-то там было. И при этом, вы знаете, это как под Рескоду. Вот нарастить ногти, чтобы они были вроде бы какие-то интересные, но и незаметные. Я брала, смешивала акригели, я вообще все смешивала. Ну, можно вот взять четыре смешать. Карамель, глаз прозрачный, кавер и милк. И добавляла туда ещё импасту белой. И просто моделируйте, и получается бытовые, прикольные, такие с разводами ногти. Ну, вы 100% многие знаете, как это делается. Но я просто очень хочу показать эти бесподобные красивые оттенки. Ну, и смоделировать чёткий квадратик. Нижняя форма есть. То есть, и верхний, и верхний. Ну что, давайте, не будем долго ля-ля. Поехали. Так. Сейчас. Все, многие помнят мою эту... Мой крепёж безумно шикарный. Вот я опять забыла и поставила неправильно его ни с той стороны. Ну, сейчас, девочки, пожалуйста, подождите, я его перекручу. Это я для бровей ставила. Мне нужно его с другой стороны ставить. Так. 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 Секунду, секунду, секунду. Все. Сейчас перекручу. Так. Я пока жду открытия салона. Я работаю в каворкинге. Снимаю себе кабинет. Здесь очень красиво, очень миленько. Все. Вот он мой ноготок. Бедный, несчастный. Уже 350 раз попиленный. Сейчас я чуть-чуть кутикулу пройдусь. И будем наращивать. Каплевидная алмазная фреза. Сейчас салфеточку возьму, подождите. Уронила. Сейчас возьму другую. Я тут надыбала черные салфетки. Они, правда, непрактичные вообще абсолютно. Так как черные на них видна пыль. Но зато они прикольно смотрятся. Мне очень много вопросов задают по поводу... О, нет, не пойдет. Видите? Оп. Другое дело. Мне очень много вопросов задают по поводу отслоек. Вот прям в последнее время какой-то бум. Отслойки со стороны кутикулы. Очень такой распространенный. Вот у меня акригель еще. Я на верхних формах наращивала. И не допилила. Распространенная причина Отслоек именно со стороны кутикулы Это плохая подготовка При аппаратном маникюре. То есть, если вы не дочистили птеригий Или, допустим, у вас был старый материал Или отслойки не до конца убрали То, конечно, отслойки пойдут в первые трое суток. То есть, вот знаете, когда только нарастили И там через сутки, через двое Уже пошли отслойки Это либо плохая подготовка Ну, то есть, не вычистен тщательно птеригий Либо ступенька недопиленная Либо давление очень сильное Пилки при опиле на ноготь То есть, либо недосушен гель еще может быть Но, как показывает практика Самая распространенная причина Это давление пилки И плохо вычищен птеригий Поэтому первое, что нужно проверить Это, конечно, технику Все ли правильно сделано Правильно ли опилена зона кутикулы Гель обязательно Или акригель должен сходить на нет То есть, никакой толщины Ступеньки, натеков По кутикуле быть не должно Но это первые причины от слоек Подготавливаем По стандартной технике Неопреп Он быстро испаряется на воздухе Что такое неопреп вообще? Неопреп это дополнительное Обезжиривающее средство Только более концентрированное В классике Так как классика, она боится влаги Мы стараемся по максимуму Удалить влагу с ногтевой пластины И все препараты, которые для этого необходимы Мы стараемся использовать То есть, в классике мы не пренебрегаем Нел-препом Если в герлаке его можно не нанести вообще И мы его не наносим Только на зону кутикулы Если там использовался кутикул-ремовер То в классике То есть, в работе с акригелем Или гелем Жесткими системами Мы не пренебрегаем Всегда обязательно его наносим У меня ноготь уже убитый и ушатанный Я на нем уже какой день Снимаю на себе видосы, ролики Поэтому я буду только использовать Герлаковый базовый Я в принципе ее люблю На себе Она у меня очень хорошо стоит Каждый раз на каждом эфире Задают вопрос по поводу супербонда Супербонд мы используем На возрастные сухие ногти Герлак То есть, база герлак Она будет сушить И без того Сухую ногтевую пластину возрастную А наоборот Молодым девчонкам У которых особенно гормональный период Поврежденные ногти Тонкие, слоящиеся Не слоящиеся, тонкие, влажные Это все база герлака Запомнить нужно просто Сухие ногти Это супербонд Влажные Там перепиленные Тонкие слабы Это база герлака Все Все очень просто Прямо записать И запомнить Это раз и навсегда Конечно Я рекомендую Иметь Мастеру Две базы Расход от этого не увеличивается Просто будет возможность Индивидуально использовать А этап подготовительный Вот я на прошлом эфире говорила Что подготовительные этапы Они очень важны Нельзя пренебрегать ими Нельзя пренебрегать ультрабондом Нельзя пренебрегать подбором Индивидуально базы Потому что именно сцепка Понимаете Сцепка натуральной пластины С искусственным материалом Она в первую очередь Отвечает за носкость За количество от слоек Сцепка Она очень-очень важна Можно, конечно, пользоваться Постоянно гелем Однофазником Но это не даст вам Сто процентов уверенности В том, что у всех клиентов Ой, начинается Будет носиться все хорошо Начинается Вот это Я на себе, когда делаю Я вот так сжимаю Заламываю вот эти ушки Вот так Чтобы потом Когда буду сдвигать Не склеились Вот так То, что на себе Это, конечно Я сегодня еще и в перчатках Но это, конечно Мазохизм Чистой воды И вот эти тоже ушки Вот так Но я не сниму Потому что у меня там Ногти не в порядке Терпите Вот Вот так зажали Все Самой Самой не нравится Что делать Вот Иди сюда О Все При постановке на квадрат Мы форму немножечко вздергиваем Следим в первую очередь За центральной линией За центральной осью Если в квадрате Центральная ось У вас съехала Это уже перекос арки То есть Визуально Это все будет видно Вот мы на эту центральную линию Всегда Ориентируемся Она должна совпадать С центральной осью пальца Если она чуть-чуть туда Чуть-чуть сюда Заползла Это уже перекос То есть Если В миндаль В миндалевидных ногтях В овальных Это может быть незаметно То в квадрате Это может Это будет очень сильно заметно Ну а в арках Это знаете Из конкурса пришло Я на эти линии Уже не могу Не обращать внимания Чуть-чуть Под вздернутый кончик То есть Он чуть-чуть выше Чем самая высшая точка На ногтевой пластине Обязательно Если при квадрате Форма наклонена Будет вниз То у вас будет Тонкая зона стресса Вот что Как обычно Мы наращиваем салонный Ну вот так зажали Насколько позволяет палец Все И наращиваем Мастера Которые арочное Моделирование учились Я вот не наращиваю Просто так У меня уже машинально Вот здесь Я делаю заломы Видите И это Заужает форму Получается Что у меня уже будет Чуть-чуть Арочный ноготь Слегка Ну и с другой стороны То же самое Оп И она сама заламывается Вот новые формы Они сами Подарки Заламываются Следим Чтобы ушки Ни в коем случае Не склеились Если ушки У вас склеились Или сошлись В квадратных ногтях Это будет говорить О том Что форма Вниз Опущена Форма Не должна быть Опущена вверх То есть Они должны Расходиться В арочных ногтях У нас вот эти ушки Они приклеены Вот здесь Аж То есть Чем дальше У вас разведены Вот эти уши Тем выше Носик формы Чем выше Носик формы Тем больше Арка На свободном крае В салонных Нам не нужны Эти арки 50% Вот вообще Не нужны Нам в салонных Ногтях Достаточно Там арка 30% Это обычная Салонная арка Вот если мы возьмем Вот так палочкой Проведем Смотрите Вот она параллель И вот он Вот он Вот она Линия четкая Идет Вот если отсюда Взять Вот То в принципе У меня даже 40% арки Будет Ну я там Буду их Понятно Заужать Останется 30 И мне 35 И мне Этого вполне Достаточно Ни в коем случае Не склеиваем Капельку Вот эту Она должна Ровненькая Быть Не зажатая Не перекошенная В квадратных Ногтях Это все Очень важно Если вы наращиваете Квадратные ногти Я такое видела Вы вот здесь Что-то сделали Потом взяли Вот здесь Взяли И зажали Все Это ногти Морковкой Вот такие вот Пузоны будут Они у вас Получатся Морковкой Вы начнете Их материалом Что-то там Закладывать В итоге Это будет пузатые Круглые Такие вот Бочоночки 300 раз Проверь 300 раз Проверь Все Так Я хочу Сделать С разводами Наготули Подложку Возьму Прозрачную Вот прям Прозрачную Ну либо Молочную Можно взять Какую взять Давайте прозрачную Раз уже я заговорила Где он Вот он Акригель Глаз Прозрачный Акригель Просто вообще Божественный Можно Сразу На форму Выложить Можно На палочку Это Для Намешивания Можно Прям Вот так Если у вас Есть Навык Можно Прям Вот таким Образом Вот так И палочкой Выравнивать Евроклинсер И распределяем Вот сюда Немного Не заводим То есть Прям Вот я беру И прям Размазываю Видите Чтоб не было Бугра Иначе У меня сейчас Мой дизайн Мне его некуда Будет положить И все Пропилится Спускаем Вот сюда Боковые Линии Выстраиваем Мне нравится Акригель То, что Можно Вот так Сразу Раз Завести Вот сюда Выровнять Сразу До идеала Боковую Линию Раз И все Четки Квадрат Сильно Не опускаем Боковые Линии Но Чуть Чуть Если Прям Хотите Чтобы Была Небольшая Арочка То Маленький Запасик Можно Сделать Но Вообще В салонных Ногтях Подложка Свободного Края Делается Чуть Уже Чем Вот Я хочу Ноготь В итоге Ну То есть Чтобы У меня Было Куда Заложить Толщину Ребер Жесткости И Свободный Край Тоже Видите Я Сразу Сразу Довожу Чтобы Мне Лишнего Потом Не Пилить Вот Нафиг Оно Мне Надо Толщину Вот Сюда Всю Свободный Край Чтобы Толщина Торца Была И Кисточкой Чуть Чуть Лепесточком Или Овальчиком Выравниваем Еще раз Боковые Линии Проверяем Торец За что Люблю Акригель То Что Это Сразу Четко Все Перед Тем Как Ставить В Лампу Так Как Форма Расходится Чуть Чуть Поджимаем Акригель Тоже Можно Жать После Полимеризации Примерно 7-5-7 Секунд Сейчас Посмотрим Сушим 5-7 Секунд И Подожмем Что Что за Крепеж Показать Я вам не буду Даже Показывать Он плохой Вообще Не рекомендую На Алиэкспресс Металлический Заказываете Такой Вот Кран Я даже Ой Привет Всем привет Оборотах Количество 8-10 тысяч Оборотов Супербонд Под базу Можно Или только Под гель Только Под гель Супербонд Это классическая Нерастворимая База Только Под Гелевые И акригелевые Системы Под базу Нужно Нет Под базу Не нужно Под базу Ультрабонд А не Супербонд Вы путаете Ультрабонд Это Грунтовочный Препарат Супербонд Это база Ой Я Заболталась И не поджала Ну все Уже Пока Теплый Может еще И зажмется Не зажался Пока Тепленький Все И можем Снимать Подложка У нас Готова И вот Моя Арка Далеко Я Вот Вот Моя Арка 40% Здесь Сейчас Салонный Вариант Сейчас При опиле Уйдет Еще 10% Останется 30% Вполне Достаточно Не нужно Делать Плоскими Сильно Ногти Но не Нужно Салонные Ногти Стараться Сделать Сильно Арочными Это Ни к чему С короткими Арками В 50% Вот эти Когда Вы пилите С ними Ходить Просто Отвратительно 30-35% Это С головой Если Идет Поперечная Линия На Не Поняла Если Клиент Возрастной У него Руки Постоянно Воде Можно Подложку В изгель Можно Так Ну И теперь Намешаем Что я Делаю Вот так Берем Прозрачный Акригель Милк Кавер Мой Любимый И еще Карамель Возьму Еще Есть Вот Еще Один Вот Роз Но Он Похож На Кавер Я Не Буду Его Ну Как Бо Он Отличается Но Если Вот В этом Дизайне Брать То Он Похож Не Буду Они Таите Похожи Но Все Ночью Отличаются Видите Какая Красота Я Скрин Сделаю И Чем Сейчас М Посто Это Почему Черная Нет Нет Мне Нужна Милая Альпийский Снег Возьмем Тогда Тут В принципе Не важно Его Надо Вообще Там Децел Новый Даже У меня Просто Надо Вот Палочку Макнуть Чем Чревата Вот Такая История Это Тем Что Могут Пузыри По Появиться Но Когда Вот Все Это Смешано Между Собой Знаете Так На На Бульбашина Эти пузыри Могут Быть И Незаметными Можно Скатать В Шарик Чтобы Пузырей Не Было Ну Не Обязательно Когда Там Все В Разводах Эти Пузыречки Их Там И Не Видно Они Даже Знаете Как Интересно Смотрятся Поэтому Можно Сильно Не Переживать Все И Палочкой Распределяем У нас Получится Такой Развод Аккуратно Кутикуле Прямо На нет Сводим Никуда Не Спешим И Пошли Раскладывать Вот Сюда Уже Толщину Закладываем Так Как Это Ребро Жесткости Мы Тут Не Можем Пренебречь Сейчас Разложим В грубую И Потом Кисточкой Обязательно Выровняем Вот С этой Стороны У нас Милк Будет Такой Мрамор Будет Готовый Уже Видите Я когда Палочка Его Распределяю Вот Эта Белая Часть Альпийского Снега Она Так Размывается И Вот Смотрится Как Мрамор Я Обожаю Вот Такие Варианты Сразу Сделаю Чуть Многовато Так Уберем Все И Кисточкой Выравниваем Кисточкой Сразу По Торцу Уравниваем Можно Еще Даже Чуть Чуть Убрать Хотя Нет Оставим Попилим Красивый Как Раз Мрамор Здесь Не Хочу Его Убирать Я Лучше Попилю Чуть Чуть Или Вот Так Сейчас Выровняю Ой Вообще Класс Так Уберу Все Так Чуть Чуть Не Люблю Лишнее Пилить Чуть Большую Капельку Я Взяла Все Все Красивый Красивый Получился Сейчас Запилим Будет Вообще Насколько Процедур Тюбика Хватает Ой Господи Смотри Каких Процедур Смотри Какая Длина Ногтей Наращивание Это Укрепление Намного Хватает Ну 30 Миллилитров Представьте Если Вот Эта Банка Здесь 15 А В Тюбике 30 Здесь Два Раза Больше Его Намного И Специально Для Акригеля И Можно Для Геля Для Акригеля Можно Брать Для Геля Любую Какая Нравится Красотища Как Клево Да Цвета Девочки Я Говорю Без Превлечений Не Только Потому Что Я Представитель Компании Хотя Я Уже Ну Прям Не То Чтобы Лицо Сам Сам Себе На Уме Я Скажу Вам Со Стопроцентной Уверенностью Что Качество Акригелей Эми Это Просто Что То Невероятное Они Пилятся Выкладываются Смешиваются Он Жесткий Но Достаточно Мягко Пилится И Цвета Просто Бомбезные Я Бо Вот Если Бо Мне Скали Допустим Ну Взять На Пробу Я Бо Взяла Милк Ковер И Глаз Три Бо Я Взяла А Если Бо Меня Составили Выбрать Один Я Взяла Ковер Ну Как Бо Знать Уже Под Френч Под Я Обожаю Эти Молочные Цвета Так Что Я Была Очень Таким Скептиком По поводу Акригеля Мне Не нравилось Им Работать Когда Он Только Вышел Сейчас Один Из Моих Любимых Материалов Честное Слово Я Даже Гелем Меньше Сейчас Стала Работать Прикиньте Поэтому Такие Дела Сколько Нужно Сушить Две Минуты Две Минуты Нужно Сушить Все Обезжириваем И Пилим В квадрате Мы Сначала Придаем Форму Свободному Краю То есть Сначала Подпиливаем Торец Четко Ровно Затем Выстраиваем Боковые Линии Ну Самой Себе Чуть Я не могу Так Показать Как Положено Затем Боковую Снизу Затем Сбоку Также С другой Стороны В арках Там Опил Чуть Отличается Поэтому Когда Вы Начнете Пилить Арки Там Все Будет По-другому Совершенно Там Вот Боковые Линии Они Не Трогаются До Самого Последнего Момента То Есть Вот Эти Линии Боковые Они Не Поднимаются В арках До Самого Конца Пока Не Опилится Полностью В Салонных Ногтях В Любой Форме Сначала Торец Потом Боковые Линии Затем Выстраиваются Вот Так Ставится Опилка Сбока Сбоку Выстраивается Боковая Параллель То Это Когда Мы Смотрим На Ноготь В Таком Положении Сверху С двух Сторон Выстраиваются Сначала Боковые Линии Боковые Параллели Затем Начинаются Отпиливать Начинают Отпиливать Боковые Поверхности Боковые Поверхности Это Как раз Таки Те места В которых Прячется Толщина Из-за Чего Кажется Квадрат Пузатым Вот Это Та Зона Которую Я Сейчас Пилю Ее Видно Вот Здесь Видите Прям Пилочка Лежит Ровно Ровно Она Никуда Не Съезжает И Опиливается Боковая Поверхность Полностью Снизу Вверх Ну и С другой Сторон То же самое То есть Сначала Опиливаются Боковые Поверхности Можно Сначала Зону Кутикулы Здесь Не важно Вообще Зоны Опила Можно Менять Местами Главное Опиливать Каждую Из зон Правильно То есть И на это Должна Быть Рука Настроена Знаете Когда Вот Ты знаешь Четко Как положить Пилку На какую Зону И Конечно Все Движения Должны Четко Отработаны Когда Все Движения Отработаны У тебя Уже Рука Запомнила Эти Движения Не Будет Никаких Косых Параллелей Нечетких Линей Нечеткого Свободного Края Все Требует Отработки Но Конечно Сначала Нужно Закрыть Вопросы По Технологии То есть Если У вас Нет Есть Непонимание То есть Как Ту Или Иную Зону Нужно Отпилить Или Как Там Гель Выложить Или Как Должна Выглядеть Свободный Край Арка Зона Зона Стресса И так Далее То нужно Конечно Сначала Закрыть Эти Вопросы Обучением Повышением Квалификации И затем Уже Отрабатывать Садиться Брать Моделей И Отрабатывать Мне Мне Хочется Сделать Его Матовым Я Его Еще Не Допилила А Уже Хочу Сделать Его Матовым Мне Вот Такие Дизайны Нравятся Очень В матовом Исполнении Я Вчера Делала То же Самое Только На верхней Форме Я Готовлюсь К Марафону Я Уже Сегодня Или Завтра Выставлю Пост О том Что У меня Будет Марафон Моделирование Бесплатный С 1 По 3 Декабря Поэтому Готовьтесь Еще Тоньше Сделаем Свободный Край Неудобно Сейчас Девчонки Продольный Изгиб Готов Я Хочу Чуть Толщину Понизить Снизу Чуть Чуть Совсем Не хочу Сверху Спиливать Я вообще Не любитель Так делать Но мне Сейчас Не хочется Сверху Спилить Чтобы Мрамор Не ушел Я Чуть Чуть Вот Таким Образом Смотрите Вот Вот И отлично Большой Ноготь Всегда Не самый Красивый Конечно Но Вроде Ничего Видите У кутикулы Все На нет Еще Раз Все Просматриваем Чтобы Никаких Ступенек И Самый Важный Еще Момент Приапили Зоны Кутикулы Самый Важный Момент Приапили Зоны Кутикулы Не давить На Пилку Если Приапили Зоны На Кутикулы На Пилку Будете Давить У вас Пойдут Отслойки Могут Сразу Тут Поползти Вот Такое Бывает У девочек Базовиков Когда Только Начинают Пилить И Еще Не Понимают Вот Этого Нажима Пилки Передавливают Пилку Около Кутикулы И Отслойки Вот Сразу Тут Же Идут Приапили Это Как Б Ну Говорит О том Что Напилку 100% Сейчас Девчонки У меня Бафик Остался В сумке Все Я вернулась Все Шлифуем Дорабатываем Кутикулу Если Есть Необходимость Шлифовки Тоже Уделяем Внимание То есть Не Пропускаем Шлифовку И шлифуем И одной И другой Стороной Частый Вопрос Почему У меня Не ложится Почему У меня Ложится Неровно Цвет При покрытии 100% Это Плохо Отшлифованная Поверхность То есть Логично Чтобы Цвет Лег Ровно Должна Быть База Хорошая То есть Поверхность Идеально Подготовленная Отшлифованная Отпиленная Выровненная Если Вы на кривой Ноготь До конца Не отшлифованный Идеально Не выпиленный Начнете Покрывать Цвет Ну и Какой Он Прикольный Если Вы На плохо Отшлифованную Поверхность Начнете Покрывать Цвет Соответственно Так Цвет И Ляжет Вот Когда Вы Пилили Вот Такими Движениями Грубыми Поверхность И Начинаете Покрывать Цвет И Что Там Батвиком Прошлись Пару Раз И Начинаете Цвет Покрывать Конечно Все Криво Ложится Обожаю Обожаю Я Тебя Обожаю Хорошко Как Конфетка Хотела Вам Сейчас Покажу Вам Вчерашний Ноготь Он У меня В Телефоне Я Ролик Смонтировала Просто Еще Не Выложила Выложу Сегодня Это Желаю На Верхние Формы Называется Ноглик За 5 Сек Развод Прикольный Получился Все И покрываем Захотелось Захотелось Мне Матом Это Конечно На усмотрение Каждого Он Он В принципе Глянцевым Будет Прикольный Не Видно Конечно Вот так Будет Виднее Глянцевым Будет Прикольный Но Мне Захотелось Матовым Если Еще Сверху Нарисовать Хотя Не Не Надо Это Будет Уже Перебор Шермикон Можно Приклеить Какой Нибудь Ну Вот В чем Плюс Таких Дизайнов Когда Приходит Клиент Говорит Ой Ну Хочу Что-то Неброское Ну Чтобы Было Или Когда Клиент Опоздал А Вам Растить Быстро Ногти Так После Оплаты Под Кутикулу Забивается Пыль Очень Сложную Чистить Потом У меня С этим После Опила Кутикул Ремовер Наносите Кутикул Ремовер И Палочкой Вычищаете Все Прекрасно Чистится Полосочку Необычную Можно Вот Сейчас Например Эмпасты Покрыть Матовым А Эмпасты Нарисовать Какие-нибудь Там Разводы Не знаю Какими Дырки Вот Знаете Как Раз Раз Которые Типа Разрываются Тоже Прикольно Белым Акригелем Из Баночки Можно Выкладывать Свободный Край Без Подложки Прозрачным Можно Только Очень Очень Тоненько Чем Насыщеннее Цвет Геля Или Акригеля Тем Он Пигментированнее Чем Пигментированнее Тем Хуже Сохнет Нужно Просто Это Запомнить Ну Как Ну Клевый Ж Во Сем Б Такая Няшка Мне Очень Нравится Я Б Вот Все Бы Вот Такие Вот Просто Сделала И С Такими Б Ходила Можно Чего То Там Еще Добавить Но Мне Не Кайф Я Вообще Люблю Чем Меньше Тем Прикольнее Мне Нравится Вот Вот Такое Вот Здесь Чуть Чуть Неудачно Как-то Расплылся Расплылся Альпийский Снег Но Это Тоже Прикольно Если Сверху Это Как-то Обыграть То Будет Вообще Зачет У Меня Нет Масла Надо Будуть Маслиться Не На стену Это Уже Дома Вот Такой У нас Получился Ноготок Если Все Такие Сделать Вот Я Обожаю Вот Либо Вот Такие Либо Когда На всех Дизайн Но Стильный Ну Какой-то Такой Молодежного Формата Но Запомните Технику Я думаю Вам Пригодится Сделайте Разводы Не Кайф Вот Захотите Сделайте Вот Не Хочу Чего-то Не Хватает Это Вот Наши Люди Многие Многие Преподаватели Говорят Что По Классике После Кутикул Ремовера Нет В Классике После Кутикул Ремовера Идут Разводы Только Если Вы Его Нанесли До Моделирования После Моделирования Когда Гель Высох Сполимеризовался Ничего Не Будет Мои Клиенты Такое Любят Буду Пробовать Вот Шикарно Давайте Теперь Вопросы Есть Ой Какие Кстати Завтра Будет Эфир По Верхним Формам На Эми Скул Онлайн Не Пропустите Какая Я Пушистая Завтра Я Буду Делать Еще Не Знаю Что Но Что На Верхние Формы На Наши Эми Новые Поэтому Пожалуйста Не Пропустите Не На Моем Аккаунте На Аккаунте Эми Скул Онлайн Этот Эфир Я Обязательно Выложу Может Быть Сейчас Что То И Нарисую Сейчас Я Посижу Помедитирую Может Что То И Мульну Вот Я Сейчас Сфотка Выложу На Обложку Обязательно Выложу Как Можно К тебе Попасть На Курс Я Не Веду Офлайн Курсы И Не Буду Вести Курсы Офлайн Уже Сто Процентов По Ногтям Онлайн У меня В Доступе В Шапке Профиля Есть Все Ссылочки На Все Курсы Мои Сегодня Дам Вам Скидку На Арочное Моделирование Уже Забыла Что Нужно Каждый Эфир Давать Какие Скидки Вот Но Сегодня Дам Скидку На Арочное Моделирование На Курс 30 Процентов Поэтому Можете Приобрести В течение Суток Будет Действовать Скидка А С 1 По 3 Декабря Будет Бесплатный Марафон Будем Делать С вами Три Техники Наращивание На Форма Наращивание На Нижнюю Форму Без Опила И Запечатку Три Дня Марафон Три Техники Будут Обязательно Должны Обязательно Должны Будете Выполнять Работу Я буду Выбирать Победителя Буду Дарить Вам Подарки Как Прошла Проба Кати С готовыми Гелем Типсом Не знаю Не знаю Я же Теперь Не возле Кати Она Передо Не отчитывается Баз Гель Лак Для Ногти Хорошо Формы Универсальные Сколько Стоит Формы Тысячу Рублей Стоит Формы Есть Универсальные На Квадрат Квадрат На Овальные И На Миндаль И Острые Всего Два Вида Классический Изгиб Универсальный Изгиб Очень Классный Это Я Еще Тестировала И Выстав Обязательно После Эфира Ссылку На Покупку Агрегеля И На Покупку Верхних Форм Форм Классные Они Мягкие Они С Разметкой Универсальные Многоразовые Можно Использовать Как Типси То есть Каждому Клиенту Выбрасывать Если Хотите Можно Многоразово Они Остаются Абсолютно Чистыми После Использования До Ногтей До Рук Они Не Касаются Поэтому Они Могут Быть И Многоразово Два вида Всего Завтра Я буду Вести На Эми Скул Онлайн Два Часа Эфир По Этим Малышам Поэтому Не Пропустите Хорошо А Сегодня Будет Скидка На Курс Арочное Моделирование 30% И Будет Ссылочка На Покупку Не Забывайте Вводить Мой Промо Код Я Вам Выставлю У Вас Будет 12% Скидка На Эми Шо Всем Хорошего Дня Я Вас Всех Очень Сильно Люблю Всем Пока До Завтра Будьте Обязательно На Эфире И Под Постом Вот 154 Человека Сейчас Выложу Эфир Чтобы 150 149 Комментариев Было Под Постом Все Ничего Не знаю Каждого Проверю Сейчас Каждого Посмотрю И проверю От Каждого Комментарий Тут И Посмотрим Как Вы Меня Любите Субтитры Субтитры